Не скажу, что я и не делаю добрых дел, но они частенько всё портят. Сегодня ребята из GameRanks представляют вам 15 ошибок Electronic Arts, которые они хотят, чтобы вы забыли. Номер 15. Вы когда-нибудь извинялись за излишнее новшество? Помните, как все негодовали от мобильного данжен-кипера? Потому что это мобильный данжен-кипер, а не полноценная игра. Это бесплатный данжен-кипер с донатом. Когда издательство увидело всё негодование в свою сторону, оно извинилось за излишнее новшество. Но уж нет, знаете, это так не называется. Это слишком плохая и очевидная отмазка. Они прекрасно понимали, почему игра не понравилась людям. Они, наверное, просто думали, что это прокатит, и сообщество всё скоро забудет. Номер 14. В далёком 2009 году EA запустили новую программу для своих игр, переходя в режим онлайн. Она называется EA Online Pass. По сути, это был уникальный код, который шёл с физической копией игры, потому что именно так вы приобретали игры в 2009. По факту, эта штука позволяла вам пользоваться онлайн-функциями в данной игре. Если у вас не было своей копии, вы не могли пользоваться онлайн-функциями игры. А это означает, что если вы купили игру на вторичном рынке, по сети вы в неё не поиграете. Это было подло. Таким образом, EA старались подтолкнуть людей покупать оригинальные версии игр. Хотя даже по сегодняшним стандартам это выглядит как отвратительная практика в игровой индустрии. А ещё сейчас это невозможно, поскольку слишком много игр покупаются онлайн. Номер 13. Star Wars Battlefront 1 и 2. Сразу сделаю обычную оговорку. Лично мне геймплей этих двух игр очень даже понравился, но в них обоих были серьёзные проблемы. Battlefront 1 вышел в виде скелета без оболочки. Для людей вроде меня, которым очень понравился игровой процесс, этого было недостаточно. У них ушло несколько лет разработки, чтобы эту игру можно было наконец назвать полноценной. А ещё для этого вам нужно было купить Season Pass. Либо вы могли приобрести все DLC отдельно, что совсем не круто. Они тогда осознали свою ошибку в первом Battlefront'е и решили убрать сезонный пропуск во второй игре. И в общем-то всех это порадовало. Ещё в Battlefront'е не хватало компании, они это тоже поняли и тоже решили её сделать. Мы, конечно, получили одиночную компанию, но по правде говоря, самой интересной её частью был оригинальный персонаж. Хотя на этого персонажа и саму историю отведено слишком мало времени. Мне вообще-то не нужна пещера, где я рублю световым мечом жуков. Зачем это? Ну а хуже всего то, что вместо Season Pass'а мы получили лутбоксы. Что это за такие лутбоксы? В общем, это такие штуки, которые полностью уничтожили прокачку в игре, сделав так, чтобы вы работали на лутбоксы. Если уж говорить совсем откровенно, то сейчас Battlefront 2 во много раз лучше, чем на своём запуске. Однако то время мы ещё не скоро забудем. Номер 12. SimCity Должен сказать, что SimCity является одной из моих самых любимых франшиз всех времён. Это замечательная игра. Каждая игра в серии, кроме последней. Все же остальные были фантастическими. Однако SimCity 2013 года просто ужасен. Эта игра требовала постоянного нахождения в сети, даже несмотря на то, что онлайн-режима там вообще не было. Да, вы, конечно, могли там как-то взаимодействовать, но по сути это была одиночная игра. Кроме того, практически целую неделю после запуска не работали серверы. Думаю, это целиком описывает всю проблему одиночной игры, которая требует постоянного подключения. Тогда и ей собрали, наверное, полную коллекцию проблем с серверами на первой неделе. И впоследствии игра 2013 года погубила всю франшизу. С тех пор мы даже не встречали слухов о грядущих играх SimCity. И это очень обидно. Номер 11. Я уже говорил о Star Wars Battlefront и Battlefront 2. Но этого я не упомянул. Знаете почему? Потому что это требует отдельного упоминания. Когда они сделали пост на Reddit, защищая лутбуксы, говоря, что они создают чувство гордости и достижения за открытие новых героев, он стал самым задизлайканным постом всех времен на Реддите. Он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. А это немного странно, когда вы даже не пытаетесь установить мировой рекорд. Многие мировые рекорды Гиннеса добавляют туда только если вы за них платите. Это такая бизнес-модель Гиннеса, если вы не знали. Впрочем, это не помешало ей получить приз за худший пост. Мы полностью согласны с комьюнити Реддита. Забирайте свой рекорд. Номер 10. Mass Effect Andromeda и непонятная пятилетняя разработка. Я даже не знаю, что тут можно сказать. Зачем они делали эту игру? В ней не ощущается какого-то определенного смысла. В игре вы якобы пытаетесь найти новый дом для всех видов, которые вам так нравятся. Но в целом, это больше смахивает на тот Mass Effect, в котором не было бы никакой надвигающейся беды. Даже за 18 месяцев до выхода игры, еще не было известно, о чем она будет. И это за 5-то лет разработки. Вот они и работали под чувством надвигающейся беды, видимо стараясь создать что-то работоспособное. Она больше должна была быть похожа по стилю на No Man's Sky. Но тогда разработчики поняли, что вообще-то нужен какой-то сюжет, и кому-то его придется писать. Они уже успели сделать кучу вещей, а истории как таковой у них все еще не было. Но и в итоге Mass Effect Andromeda получился очень плохой. Номер 9. А знаете, что еще хуже Mass Effect Andromeda? Anthem. Я прямо представляю, как они принимали эти решения. Взяли оригинальную команду, сделавшую игры Mass Effect, которые всем понравились, и назначили их на новый проект. А тем временем другая команда работала над Андромедой целых 5 лет, пока они создавали онлайн-игру без целей, без увлекательного сюжета и вообще без интереса. Игра должна была постоянно обновляться и никогда не заканчиваться, что просто не может создать какой-то интерес. А еще игру монетизировали. Да почему бы и нет? Ведь согласитесь, так и должно быть с играми за 60 долларов. На самом деле мне кажется, что в этом вся суть игры. Потому что у них не было какого-то конкретного плана, которого можно было бы придерживаться. У них не было ничего, что могло положительно повлиять на такую игру. Я не говорю, что онлайн-игры не могут быть хорошими, но это редко у кого получается, и EA даже не стоило тратить на это время. Это забавно, поскольку сейчас все выглядит так, будто бы они хотят, чтобы все уже об Anthem позабыли. Номер 8. Need for Speed Payback. Опять же, сама по себе игра не такая уж и плохая, в отличии от лутбоксов. Payback стал своего рода предвестником Battlefront 2. Вся прокачка была полностью разрушена ради лутбоксов. Вы можете себе представить машину, которую улучшаете, основываясь на коллекционной карточной игре. Представьте это в реальности. Вы идете в магазин, приобретаете колоды карт, и в зависимости от карт внутри, ваша машина становится лучше. Будь это так в реальной жизни, это было бы круто. Потому что улучшать машину довольно дорого, даже по мелочам. Но в виртуальном мире, где вы пытаетесь играть в игру с нормальной прокачкой, это работать не будет. Номер 7. Помните Ultima Online, которая по сути запустила жанр ММО? Впрочем, ее было легко забыть, когда World of Warcraft буквально отрубил ей голову. Создатели же во время разработки даже не знали, что делают. Словно это был какой-то экспериментальный проект. А издатель же, EA, хотел, чтобы она поскорее вышла. Они не считали, что это принесет им большие деньги. Они просто хотели перебросить свои силы на Ultima 9. Запуск беты Ultima Online был катастрофой. Они не ожидали больших продаж игры. Но на бету пришло значительно больше людей, чем ожидалось продать копии за выходные. Для разработчиков это было хорошо, потому что были люди, готовые приобретать их продукт. Но также это было и плохо по двум причинам. Во-первых, они не были к этому готовы. А во-вторых, EA все равно хотели запустить игру поскорей. В итоге она вышла просто в непотребном состоянии. А знаете, поскольку Ultima это отличная франшиза, им стоило бы постараться чуть получше. Номер 6. Electronic Arts установили монополию на NFL и вообще на весь американский футбол. Они заключили сделку с NFL, с футбольной лигой Arena и с NCAA в 2004 году, чтобы стать единственным издателем, которому разрешено использовать команды, игроков и стадионы всех трех лиг. Вот это был подлый ход. Они сделали так потому, что Sega выпустили гораздо лучшую игру NFL 2005, с новыми функциями, лучшим онлайном и меньшей ценой в 20 долларов. Если можно так выразиться, они аж задрожали от страха. Эта монополия была настолько вопиющей, что игроки подали в суд коллективный иск против них, и впоследствии ей пришлось отступить, хотя на это ушло очень много времени. Иск был подан в 2008, а из-за апелляционных обжалований он закончился лишь в 2013 году. Номер пять. Казалось бы, на этом проблема решена, и Electronic Arts должны были выучить уже наконец свой урок с футболом. Однако они начали использовать схожесть игроков без их разрешения. Коллективный иск от бывших футболистов лиги NCAA обязал ей выплатить 40 миллионов долларов в 2013 году. А в 2015 году, когда игроки NFL поняли, что это их тоже коснулось, подали в суд уже они, и 6000 игроков получили выплаты. То есть EA даже не отрицали, что они это сделали, но не хотели признавать это в суде, потому просто дали денег. Номер четыре. В 2018 году в некоторых странах были приняты законы, из-за которых EA пришлось рассказать о своих микротранзакциях. В частности, о шансах получения определенных вещей в лутбоксе. Тогда люди стали осознавать всю серьезность проблемы. В FIFA 19 вы могли получить так называемых звездных игроков. Вероятность их получения сильно падала с каждым рангом. Например, средний игрок получается со стопроцентной вероятностью. На следующем ранге шанс равняется 41%. Рангам выше шанс падает до 4,3%. А те самые звездные игроки финального ранга получаются с шансом менее процента в любом лутбоксе. Это просто отвратительно. Это может быть даже одна тысячная процента. Но даже если шанс один из ста, это все равно ужасно. Ведь это, вероятно, даже лучший сценарий. Номер три. EA отменили игру по Звездным Войнам от Visceral, потому что считали, что линейные игры больше не популярны. Это очередная их ложь. Издатели прекрасно знают, насколько популярны линейные игры, но они просто не могут получать с них постоянный доход. Основная причина, по которой они отменили игру в том, что им нужны онлайн игры. Я до сих пор не знаю, почему они решили передать игру Респаун, ведь ее можно было просто не отменять. Даже не знаю, что тут думать. Очередное плохое решение. Номер два. Когда игра Visceral была отменена, они, по сути, закрыли саму студию. Изначально она была частью EA, но попала под раздачу. EA выкупали студии и бесконечно их уничтожали десятилетиями. Иногда у них уходило более десяти лет, как это было с Bullfrog Productions, основанной в 1987 году и закрытой в 2001. Или студия Westwood, создатели Common & Conquer, закрытая в 2003 после почти 12 лет. То же самое было и с Origin. EA обладает всей интеллектуальной собственностью этих компаний, но избавляется от людей, которые эту самую интеллектуальную собственность создают. Как я и сказал, Visceral были внутренней студией EA, но когда стало ясно, что они становятся их основным разработчиком, от Visceral решили поскорее избавиться. Dead Space получился отличной игрой. Затем они сделали хороший сиквел, но в третьей части решили кое-что поменять. Они потребовали от этой игры определенные результаты и, не получив того, что хотели, покончили с ними. На самом деле это не самая разумная стратегия. В 2014 году они сами признали, что такой подход не слишком успешен. Хотя это совсем не означает, что в 2014 году это могло их остановить, ведь это определенно не так. Номер один. Давая показания перед английским парламентом, представитель EA попыталась переименовать лутбоксы в механику сюрпризов. Она также сказала, что их использование этично, что по сути противоречит всему, что когда-либо кто-либо говорил. Также она оправдывалась перед английским парламентом, что людям нравятся сюрпризы, не очень умно. Она сравнила их с киндер-сюрпризами для детей, где вы покупаете шоколадное яйцо со случайной игрушкой внутри. Неплохая попытка, но все равно киндер-сюрпризы не настолько азартны, как игровые автоматы в виде механики лутбоксов, которую мы видим в видеоиграх. Свет, звук, искры, взрывы, лутбоксы – это игровой автомат. Связывая их с детской продукцией в свою защиту, вы по сути говорите о том, что пытаетесь приучить детей к азартным играм. Думаю, лично я подобные утверждения еще долго не забуду. А какие ошибки Electronic Arts не можете простить вы? Оставляйте ваши комментарии под этим видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо всем за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok